ПОТОРОПИЛСЯ Я БЕЛОРУССКОГО СПОРСВЕННО Он заработал в этом сезоне, отлично проведя несколько заключительных этапов в кубковых эстафетах. Ну и безусловно, лидер команды по итогам чемпионата мира это Эдуард Латыпов. Так что, наверное, и с этой точки зрения его финишный этап видится совсем закономерным и логичным. Хорошая компания преследовательская у лидеров Германии и Франции. Австрия. Ту бронзовую в гонке преследования. Ну, 21 номер, разумеется, это как и другой, которых сейчас обходит на врата немец, круговые. И по всем правилам они должны завершить гонку. Лучший результат на третьем этапе показывает Пафян. У Дистье отставание 30 секунд. А 30 секунд на этапе это весьма весомое превосходство. Но в данном случае убеждаемся в том, что действительно капитан германской команды был сегодня в ударе. Джакумель. Вот кто удивил, потому что у него третий результат на третьем этапе. Он был быстрее и Тарья Бео, и Александра Логинова, и Максима Воробья, и всех других, включая и Антона Дудченко. Ну, в итоге сейчас команда Украины с большим довольно отставанием. Все-таки два штрафных круга пришлось Дудченко преодолеть. И Максим Воробей тоже уже далее, чем две минуты, более чем вот такой огромный перед последним этапом разрыв. Хоть и в первой десятке находятся эти команды Беларуси и Украины. Ну, а Россия усилиями Эдуарда Латыпова вновь будет биться за третье место. Поскольку, наверное, если говорить о каких-то реальных шансах, то, наверное, нужно именно на этот ориентир готовиться. Не только Латыпову, но и в его компании Виндишу, Йоханнесу Бео. И, ну уж не знаю, насколько состязательно может выглядеть австриец Лемерер. Про него просто ничего не могу сказать. И, по-моему, первый раз мы его встречаем таким крупным планом в элитной компании. Чего нельзя сказать о третьем номере команде Франции и ее финишоре Эмильене Жаклеве. Успею, наверное, коротко, но сделаю это уже после предпоследней стрельбы сегодняшней гонки. Рассказать о результатах эстафетных соревнований на юниорском чемпионате мира сегодня. На чемпионате мира выступал только в индивидуальной гонке, заняв скромное сорок седьмое место. Волнуется, безусловно, не торопится, но в данном случае это оправдано, хотя дополнительные патроны есть. И, имея преимущество в сорок с лишним секунд, Наврот может себе позволить это. Ну что ж, половина этапа пока в пользу команды Германии. Но еще про приключения украинской команды в зоне передачи эстафеты, к которой мы уже обращаться не будем, тоже обещал рассказать. Здесь есть там любопытный очень эпизод, объяснение которого я тоже пока не нахожу. Но сейчас очень важная стрельба, по ходу которой делает после двух явно очень далеких и неточных выстрелов. Ну и посмотрите, осталось пять патронов, три из которых придется вручную заряжать на пять мишеней. Все, штрафной круг убудет у француза. И, значит, шансы у команд Австрии, Италии, России на призовое место может быть даже не только на третье. Не то что повышаются, а становятся уже ощутимыми. Ну что же такое? Неужели просто сбился прицел? Никакому объяснению пока не поддаются. Вот эти уже семь промахов чемпиона мира. Все-таки последним восьмым выстрелом одну мишень закрывает, но четыре круга, 600 метров. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай бог, если он уйдет вместе со словенцем, только что подошедшим к рубежу. Зато Йохан Сбео в своем лучшем репертуаре закрывает пятью выстрелами пять мишеней. То же самое делает и Эдуард Латыпов. И теперь в хорошей компании, но с очень быстрыми ногами Норвежца Латыпову будет непросто. Все-таки будем, наверное, точны. Пока по скорости, если в своей лучшей форме находится норвежец, Латыпов уступает. Тем более, все-таки небольшой еще есть разрыв, просвет. И Латыпову просто нужно успеть, не набравшему скорость Йохан Сбео, за спину встать. Что будет сделать несложно. Только сейчас подходит Дмитрий Лазовский, 14 номер команды Белоруссии. А уже прошло больше двух минут после ухода с огневого рубежа лидеров на свою первую стрельбу. Да, у белорусов все разрушилось, к сожалению, на третьем этапе. Ну, а интрига в этой гонке сохраняется после седьмого огневого рубежа. И интрига не только за второе, но и за второе и третье места. И в ней принимают самое активное участие Норвегия, Йохан Сбео, Россия, Эдуард Латыпов. И остается пока в этом пуле австрийский предсказуемый Лямерер. Сначала о перипетиях вчерашнего результата команды Украины, которая финишировала четвертый. Ее сняли вчера за неправильную передачу эстафеты. Речь идет о женской 24-километровой командной эстафетной гонке. Действительно, вроде бы это было заметно и на телевизионных повторах. Касания необходимого и требуемого правилами соревнований любой части тела рукой, передающей эстафету, не было. Но было касание оружия. И, по всей вероятности, наверное, апелляция украинской команды, пересмотр жюри. Сначала дисквалифицированный коллектив, потом все-таки вернули на свое место. В общем, команда Украины на четвертом месте, заработав хорошие командные очки. Все-таки эстафетные гонки идут в Кубок нации, в общекомандный зачет. А он определяет квоту участия команд на следующий год. Эдуард Латыпов все-таки, хоть и отстает немножко от Йоханна Собио, ну, это ожидаемо. Но пока с довольно солидным преимуществом перед заключительными тремя километрами над ближайшим предследователем Лемерером держится на третьем месте. Порядка 12 секунд Латыпов Имеет запаса над соперником сзади. Ну, правда, там виндиш. Вот кто еще может потревожить россиянина. Но запас, запас на пару даже дополнительных патронов у Эдуарда есть. И, кстати, сегодня команда Германии пока самая лучшая на стрельбище. Только пять дополнительных патронов. Ну, а вот команда Норвегии неудержима. Даже с двумя штрафными кругами она уже на втором месте. Никаких сомнений в том, что норвежцы станут обладателями в очередной раз малого Кубка мира. Но сумеют ли они, что называется, подтвердить это золотом? Большой-большой вопрос. Полторы минуты это очень много. Но Наврат еще не был никогда в такой напряженной и обещающей для него победной обстановке. Не дрогнет ли он? Латыпову, наверное, нужно пройти оставшиеся несколько километров. Буквально два с половиной, чуть больше. Наверное, в своем таком привычном соревновательном режиме. Не беспокоюсь, потому что все-таки сзади Лемерер уже отстает на почти 20 секунд. Да и Виндиш не приближается. Не часто все-таки мы видим на последнем огневом рубеже эстафетном с таким огромным запасом лидера. Минута 30. Ну, сейчас, наверное, чуть-чуть меньше. Но Наврат браво, что мы можем сказать? Сегодня все четверо немецких спортсменов были на высоте. Среди лучших на каждом из этапов. И их победа закономерна. Почему же этих кондиций мы не видели у немцев на чемпионате мира? Риторический вопрос, конечно же. Ну что ж, у немецких спортсменов это будет первая победа в нынешнем сезоне. И вполне вероятно, они могут даже поспорить за более высокое место из команды России, которые пока в этом зачете проигрывают всего три очка. Но французов с оставанием в 20 с лишним едва ли достанут. Несмотря на то, что у команды Франции сегодня провальная. Причем не первый в нынешнем сезоне старт. На стойке не так часто попадает, как на Алешке. Но все-таки процент чуть больше 80 для спортсмена его уровня. Наверное, все-таки низковат. Но вот и на этот раз, вы видите, торопится. Он, но ветер. Опять ветер. Не исключая, что на пристрелке, наверное, была более штилевая погода. И посмотрите. Есть. Йоханас Бео дает Латыпову сейчас маленькую тлеющую надежду. Тем более, что у Бео будет штрафной круг. Вот это то постоянство, на которое, конечно же, никто не рассчитывает. Ой-ой-ой. Не припомню, чтобы на мужских эстафетных гонках три штрафных круга получала команда лидер. Ну, а Эдуард Латыпов, наверное, на всю жизнь становится финишером сборной команды России. На всю свою биатлонную жизнь. Потому что он выводит команду, принимая эстафету с седьмым. Если не ошибаюсь, но с шестым, по меньшей мере. И приводит ее на второе место. Йоханас Бео отыграть 17 секунд. Ой, не буду зарекаться. Может, как раз обозленный, может быть, на свою неточность. Вполне вероятно, найдет какую-то дополнительную сверхскоростную передачу. В общем, рано вешать еще серебряную награду на грудь Эдуард Латыпов и всей команды. Ну и на еще одного неудачника сегодняшней эстафеты француза Джаклена. Стоит посмотреть, с одной стороны, порадоваться его перейти попаданием на стойке. Но что было на лёжке? Может быть, он не в свою бишень стрелял. Не исключено и это, наверное. Ну, давайте невольно запомним еще и фамилию Лемерер Афастрийца. Ну, пускай он не сохранил свои третьи позиции, но все-таки, смотрите, остается он пока в топ-6. Скорее всего, Джаклен, наверное, попытается его достать в борьбе за пятое место. Хотя, наверное, для Франции пятое и шестое в данном случае никакого значения уже определяющего не имеет. Ну, будем знать теперь еще одного очень интересного австрийского биатлониста Харальда Лемерера. Чемпионат мира среди юниоров. Завтра последние эстафетные гонки в старшей возрастной группе для тех, кому не больше 21-го, 19-20 лет. А сегодня младшие соревновались, девушки и юноши, не старше 19-ти. В женской эстафетной гонке 3 по 6 километров выиграла команда Франции. Словения была второй, Италия третий. Что касается россиянок, то за ними шестое место. Украина, Беларусь не попали в топ-10. А юноши вслед за тем также разыграли последний комплект наград свой. Самыми удачными стали в той же формуле. Три этапа по 7,5 километров команда Польши. Французы взяли второе место, итальянцы третье. А вот Россия с двумя штрафными кругами и с трехкратным чемпионом Данилом Иродовым только четвертое. Украина десятая, тоже два штрафных круга. Беларусь не принимала участия. Казахстан семнадцатый. Ну а мы через несколько минут будем подводить итоги. И последние два с половиной километра. Это круг почета для команды Германии, которая провела сегодня идеальную гонку. Идеальную эстафету, как, наверное, в лучшие времена. Все-таки не будем забывать, что команда Германии последний не только олимпийский. Наверное, два олимпийских цикла. Постоянный призер на титульных соревнованиях. Это олимпийские игры чемпионата мира. Прокол, провал был только на последнем. Седьмое место. Ну и вот, наверное, немцы хотели быть в этом состоянии чуть раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому поздравим Эрика Лессера, Бениникта Долианта Файфера и Филиппа Наврата. С этой сегодня убедительной боли, чем победой. Ну а Эдуард Латыпов за километр до финиша имел 8 секунд преимущества и должен сохранить их. Все-таки приближается Йохан Сбе, видя уже спину российского спортсмена. Но Латыпов вновь на финише, как это было уже не раз в нынешнем сезоне, перемещает на несколько позиций команду России вперед. И это лучшее выступление в нынешнем сезоне российского квартета. Вслед за бронзовой наградой теперь и серебро. Хотя сейчас оно покажется, может быть, немножко сомнительным. Нет, не сомневайтесь, Латыпов не отдаст его. Хотя вот вчера в женской эстафете в очень похожей ситуации команда Швеции и Беларуси боролась за первое место. И казалось, белорусский финишер Кручинкина Ирина отстоит свое лидерство, но вот прям буквально на последних пяти метрах его потеряла. Йоханас Бёс сдается перед входом в финишный коридор. Отправляя команду Норвегии на третье место, мы поздравляем с лучшим эстафетным результатом сборную команду России. Самое худшее выступление норвежцев в шести эстафетах уже прошедшего сезона. Но поскольку эстафетных гонок больше не будет, именно вот таких больших классических эстафет третье место. Но, тем не менее, победа в малом зачете Кубка мира, в зачете эстафетных гонок. Ну, все-таки ожил немножко к концу Эмильен Жаклен, но он мечтал сегодня о борьбе, может быть, даже за первое место. И вполне вероятно, имел бы шансы, если бы не четыре штрафных круга. Но, справедливости ради, нужно отметить, что у французов, несмотря на две победы, на этапах Кубка мира этой зимой были и восьмые, и шестые места. То есть, сегодняшняя получается даже не самая худшая. Но отметим и успех команды Астрии, которая тоже претендовала сегодня на пьедестал. В итоге осталась шестая, а вот команда Словении показала свой лучший результат, на который наверняка надеялась на домашнем чемпионате. В десятку они ни разу не попадали, а сегодня сразу четвертый. Лучший результат, кстати, на последнем этапе у Эдарда Латыпова. Да-да. И он на 12 секунд обогнал Йоконеса Бе. Ну, наверное, тоже весьма такой показатель. Но, правда, не будем забывать про количество штрафных кругов у норвежцев. В итоге у команды Беларуси восьмой результат. Один штрафной круг. Открой.